Это программа «День с толком» Судья Ирина Корчегина Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске Обманутые и бездомные Почему долгострой на Ленинском проспекте Стал проблемой нескольких сотен дольщиков Почему запрещают жизненно важные лекарства И ставят эксперименты на больных детях Это упущенное время Это вены наших детей Потому что терапия долгая В эти минуты Виктор Томенко отвечает На самые важные вопросы журналистов всего региона А что спросили бы у губернатора жителей города? Ой, так много вопросов, что я даже давать не буду Теперь он сможет строить только планы Замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк отпущен под домашний арест Как сообщает издание Бийский рабочий Обвинения замглавы при этом не сняты Напомним, с 20 ноября Чиновник находился в СИЗО Его подозревают в превышении полномочий Все дело в домах на улице Спекова Их построили в рамках программы переселения Но сразу после сдачи в эксплуатации Нашли множество нарушений В том числе и превышение предельно допустимых Норм фенола и формальдегида Эти вещества крайне опасны для здоровья Уголовное дело в отношении чиновника Бийской мэрии продолжается Еще одна странная история Со строительством дома На этот раз в Барнауле Обманутые дольщики и затянутое строительство В доме на Ленина 195А Собственники не могут получить ключи От готовых квартир В чем причина и кто виновник Постоянного переноса Узнал Андрей Дреер Молодую семью в новый дом Анна с дочкой и мужем рады квартире На проспекте Ленина 195А Так выглядел бы наш сюжет Если бы это была реклама застройщиков В 2018 году Когда по изначальному договору Должны были сдать дом Но сейчас уже конец 2019 На экранах съемка октября Так долго мы ждали ответов От официальных инстанций Но с терпением дольщиков Ничто не сравнится По договору процентно Сколько уже дольщики заплатили За свои квартиры? 100% все дольщики рассчитали За квартиры Кто-то в 2015 году Кто-то в 2016 То есть когда заключался договор Обязательное условие Это 100% оплата Максимум 2-3 человека Работают на стройке 16-этажный дом Работает здесь Ну как бы бригаде Из 50 человек Один в месяц 3 Ну а из 3 человек Ну это очень долго При этом согласно ответу госинспекции Дольщики все-таки Выплатили не все застройщику На момент написания ответа Они должны были Чуть меньше 11 миллионов рублей Для них проблема ипотеки Но одно дело Платить за квартиру В которой живешь А другое сразу за две И кредит И аренду Так например Выкручиваются Анна с мужем Два года Я вот посчитала Мы за квартиру Засъемную Уже больше 250 тысяч Потратили Хотя могли бы Вложиться вот в ремонт И жить уже благополучно В своей Застройщик уверяет Небольшой перенос сроков Растянулся на полтора года Из-за того Что приставы Арестовали землю Пэрхолдинга И запретили Регистрационные действия По простому Запретили продавать квартиры В итоге Мы потеряли возможность Привлекать средства граждан Мы строили объект На средства граждан От ранее заключенных договоров А также на свои средства В течение полутора лет Эта ситуация длилась Она не могла И длится по-моему еще до сих пор Она не могла Негативным образом Не сказаться на темпах строительства И действительно Прокуратура Усмотрела в действиях Приставов Нарушение закона В итоге Даже выступила Истцом И подала в суд Прокурорам Железнодорожного района Города Барнаула В интересах Неопределенного круга лиц Потенциальных Приобретателей Жилых помещений Направлено Административное Исковое заявление О признании Постановления судебного Пристава Об аресте имущества И запрете На совершение Регистрационных действий В отношении Имущества застройщика Незаконными Их отмене Поскольку при их принятии Нарушены требования Законодательства Сейчас застройщик уверяет Даже если суд Не удовлетворит Иск прокуратуры К службе судебных приставов Объект все равно Будет сдан В первом квартале 2020 года Если все действительно Будет так А у собственников Не будет вопросов К качеству дома Больше наших сюжетов Про проспект Ленина 195А Вы не увидите Андрей Дриер Илья Халяпин День с толком Краевое министерство Промышленности и энергетики Планирует уменьшить Число сокращений На градообразующем Предприятии Михайловского района Заводах химреактивов По официальной версии Это происходит Из-за падения спроса Речь идет Об освобождении Сразу 60 мест В ведомстве края Надеются Что окончательным Числом сокращенных Станет 30 Мы же планируем Наоборот Процедуру как минимум Тянуть хотя бы на полгода То есть Те первые 30 Они будут сокращены Этот процесс Уже окончательный А вот по вторым Партии 30 человек Мы еще работаем Чтобы хотя бы Опережающим Тэпом Получить сегодня Заказы с алтайских Предприятий Которые Имеют потребность В продукции Но как правило Уже во второй половине года С тем чтобы Уже в первом квартале Попробовать Предприятие загрузить Краевом министерстве Объяснили Что завод Оптимизирует Вслед за покупательской Потребностью Производство удобрения Это главное направление Не обеспечивает Загрузку всего персонала Хотя продукцию продают И в соседней республике Тем не менее Пока сохраняются Все основные производства Предприятия К решению проблемы Подключился край Добавим Что Михайловский завод Химреактивов Один из старейших В России Ему 91 год Кроме удобрения Он выпускает Фармацевтические субстанции Пищевые добавки Технические продукты 40 жителей Алтайского края Получили государственные награды Сегодня губернатор Виктор Томенко Награждал орденами Медалями Объявлял почетные звания Сельхозработникам Труженикам Оборонной Химической промышленности Машиностроения Врачам Учителям Тренерам Госнаграды Поощрений президента Из них 28 Впервые был вручен Почетный знак За развитие добровольчества Его получила Жительница Волчихинского района Работников Оборонной промышленности Отметили медалями За заслуги Перед Отечеством 2-й степени В честь столетия Михаила Калашникова Орденом почета Наградили детского хирурга Заместителя Главврача Краевого центра Охраны материнства И детства Юрия Тена Я работаю где-то 45 лет 45 лет Ну, около 10 тысяч Сделал операции Но мы их не считаем Никто их не считает Потому что это бесполезно считать Каждый день Что-то необычное Иногда бывает Вроде не самое сложное А на операции Получается очень даже сложно И наоборот Это бывает Кстати, со следующего года Работа некоторых врачей В крае серьезно усложнится А жизнь некоторых пациентов Возможно Оборвется Импортные препараты Для лечения Редкой генетической болезни Муковисцидоза Скоро исчезнут С российского рынка Но проблема в том Что российские аналоги Дают серьезные побочки Что еще больше сокращает Жизнь больных Что думают о нововведении Родителей детей С муковисцидозом Узнала Полина Жданова Это вот все препараты У нас тут запас На три месяца То есть мы спокойно будем жить Зная, что у нас Есть какой-то запас Ну, запас Сами понимаете Он быстро кончается И, соответственно Наша уверенность Тоже тает Буквально Каждый день Маруся хочет жить Девочке 7 лет А она уже митингующей У Маши Муковисцидоз Неизлечимое заболевание При котором нарушена ферментация И в органах копится слизь Четверть легкого Маши Уже не функционирует А к болезни добавилась Еще одна проблема Импортозамещение В Россию уходят Важные препараты Проверенные на таких больных Которые действительно помогают Которые лечат Дают им сил Жить дальше И развиваться И быть полноценными Членами нашего общества В ближайшие годы Импортные оригинальные препараты Могут исчезнуть из аптек Заменяют на дженерики Ферменты, антибиотики Составы для ингаляций И чем больше замен Тем хуже детям Российские лекарства Либо не действуют Либо дают сильные побочки Родители говорят Что им не оставляют выборы И фактически Проводят опыты на детях Многие препараты дженерики Не прошли полных клинических испытаний Я не могу сказать Что это вот все Заменили Это очень плохо Есть дети Которые принимают Эрмитали Которые Прибавляют вес То есть у них нет Тех реакций Нежелательных Используем Один дженерик Он не помогает Давайте другой Используем Это упущенное время Это вены наших детей Потому что терапия Долгая Дозы высокие Антибиотиков Это и здоровье Среднестатистический Ребенок с муковисцидозом Принимает Минимум 20 капсул Только одного Препарата То есть Упаковки Хватает На 2-3 дня При этом Стоимость Импортных Лекарств За пачку Больше стоимости Отечественных Примерно На 200 рублей Разница Не заоблачная Но экономия Превыше всего С позиции Чиновников Перестать Закупать Зарубежные Препараты Несогласные Врачи Наши дети Получают Не самое лучшее А самое дешевое И к сожалению Очень немногие Больницы Возьмут У мамы Ею Купленный Препарат И им Начнут Капать Ребенка В стационаре Налетит Росздравнадзор И будут Санкции Для стационара На данные Игнорирования Импортозамещения Это не решение Проблемы Это уход От ответственности И перекладывания Ее На плечи Родителей В российском Минздраве Говорят Что постараются Улучшить ситуацию С лекарствами Насколько сложно Поддерживать жизнь Таких больных На Алтае А их в крае 49 Региональный Минздрав Комментировать Не пожелал И сейчас Мамы и папы Запасаются Импортным Впрок Или их дети Уже становятся Заложниками больниц Пока им подберут Действующий препарат Проходят недели После волны Негодования В стране Перерабатывают Клинические рекомендации По лечению Муковисцидоза Подстраивая Подженерики Но для кого Улучшают ситуацию С новыми правилами Дети с муковисцидозом Рискуют прожить Не 50 лет Как например В Америке А 20 Или еще меньше Полина Жданова Александр Антропов День с толком В Рубцовске Победу Увидят к концу года Проблемный сквер Посвященный Великой Отечественной войне Благоустраивают Пятый месяц На объекте Уже сменился подрядчик Так как первый Не уложился в срок И требовал Дополнительных инвестиций Валентине Аскеровой Мои коллеги Пришлось даже догонять Чиновников Чтобы расспросить О ходе значимой И знаковой стройки Что здесь строится? Без комментариев Девушка Почему? Вы можете представиться Мне сказали Что вы замглава администрации Просим сейчас вас прокомментировать Что это за парк? Вы уже сказали Что это парк Победы Просто поподробнее Расскажите Когда начались работы Что здесь будет по итогу Когда завершаться Вы же знаете Все эти цифры? Знаем Но видимо не скажем Представитель администрации Так и не представился И не рассказал Почему сквер Победы Благоустраивают зимой В окружении сугробов Как мы выяснили Сквер Победы Реконструируют В рамках проекта Формирование Комфортной городской среды За его преображение Горожане проголосовали Еще в прошлом году Правда Лишь 3 сентября этого года Подрядчик зашел на объект Дедлайн 10 ноября Проигнорирован В октябре назначили Новый срок 30-е Плюс подрядчику потребовалось Дополнительное финансирование С 20 миллионов До 22-х Администрация контракт С недобросовестным подрядчиком В связи с низкими темпами Выполнения работ Расторгла Правда Куратор проекта Видит другую причину Промедления Самих жителей Проект на сметную документацию Несмотря на то Что сделали вовремя Но у Рубцовского Ушло Очень длительное время На общественное обсуждение У нас проект По Рубцовску Был готов 29 апреля Но только 25 июня Смогли сдать В Центр ценообразования То есть Соответственно Порядка двух месяцев Проходили общественные обсуждения Больше половины работ сделано Срок сдачи 25 декабря А вероятность Что зима Навредит строительству Один к десяти По крайней мере 90 процентов Вот этого Работ По укладке плитки Значит Оно Нисколько не должно То есть у нас После прохождения Осенне-зимнего сезона То есть Как бы демонтироваться Ну оставил себе Вот небольшой Скажем так Процент отклонения С учетом того Что у нас Климатические-то условия Особенные Значит И зима Бывает непредсказуемая Гарантия от строителя Четыре года Если и новый подрядчик Не подкачает К новому году Сквер будет С лавочками Велодорожками И деревьями Валентина Аскерова Илья Халяпин День с толком А вот губернатор Виктор Томенко Сейчас не может Так же убежать От вопросов Даже от самых Неудобных В эти минуты Он общается С краевыми журналистами На тему развития региона И решения Первичных проблем Незадолго до этого Мы поинтересовались У жителей А что бы они Спросили у первого лица края Оказалось Что больше всего Людей волнуют Дороги Другие варианты Смотрим далее У вас есть Что у него спросить? Почему дороги Скользкие, грязные? Ой, так много вопросов Что я даже задавать не буду Но самый главный Самый главный Это все-таки Вот посмотрите Какие улицы Вот они вроде бы посыпаны Вы посмотрите Как идут осторожные люди Это до конца Не обработано Это центральная улица Вот сверните на улицу Никитина Первая детская поликлиника Как для детей носят Они заходят в заграду Там же невозможно пройти Очень хотела бы задать дороги Как он живет Спасибо Хотите ему задать Какой-нибудь вопрос Главный Главный Когда у нас в крае Будет все хорошо Через несколько секунд Через несколько секунд О погоде Спонсор прогноза Компания Эвалар Подписывайтесь на наш канал В соцсетях И хороших вам новостей